указали на наличие активного сотрудничества между российской и азербайджанской молодежью. Юные музыкальные исполнители и художники, талантливые школьники и студенты Азербайджана, постоянные участники мероприятий, проводимых в Российском информационно-культурном центре в Баку. Сегодня они не только демонстрируют свои таланты, но и принимают поздравления. Для центра День молодежи, который отмечается в России, еще один повод устроить настоящий праздник для юных жителей Азербайджана. Пока что они делают только первые шаги в искусстве, однако у каждого из них есть своя заветная мечта. Я занимаюсь рисованием, живописью. Я занимаюсь этим с детства. У меня очень большие планы на будущее. У меня есть желание стать дизайнером. Я планирую это очень давно и хочу создать свой бренд. Я очень люблю музыку. Сочинять я начал с 7 лет. Моя самая главная мечта – рассчитать по странам, давать там концерты и представлять Азербайджан. Ребята постарше уже имеют опыт представления Азербайджана в других странах. Так, например, студентка Бакинского славянского университета Наргиз Сафарова совсем недавно вернулась с молодежного форума, который проходил в Казани. Мы там очень, я скажу вам, достойно представили Азербайджан, представили нашу культуру, представили наши национальные танцы, и национальную кухню, и наши национальные костюмы. И насколько азербайджанская молодежь начитана, насколько она грамотна. То есть там были представители очень многих, победители очень многих конкурсов здесь, в Азербайджане. Это были Пушкиниана и города России. Сегодня молодежь России и Азербайджана активно сотрудничает в различных проектах, конкурсах, фестивалях, конференциях, совместной выставке, концерты и обмен студентами. В Азербайджане действуют филиалы двух крупнейших российских вузов. Московского государственного университета имени Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Бакинские студенты – постоянные участники университетских научно-практических конференций в России. В Азербайджане действует Организация русской молодежи. Более того, под руководством вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в России действует Азербайджанское молодежное объединение России «Амор». Организация проводит масштабную работу по пропаганде национальной культуры за пределами Азербайджана. Лейла Курбанова, Эльмира Мусазаде, Алис Рухауглу, Сибиси. Это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в стране и за рубежом. В выпусках новостей на телеканале Сибиси и на нашем сайте cbc.as. Продолжение следует...